Вот такой ужин я приготовила сегодня на ифтар. Это картошка с баклажанами под майонезным соусом, под йогуртовым соусом с чесноком. Это нажарила себе, он точно не будет есть. Остался салат с картошкой. Я добавила еще картошки, муки, яйцо. Дело такие, буду с йогуртом кушать. Ну, у нас суп со шпинатом и вот такой необычный салат. Приучаю Ашкыма к овощам. Ну, а это испанак и немножко печенка. Это вряд ли он покушает, но будем надеяться, что ему сегодняшний ужин понравился. И вам приятного аппетита, мои хорошие! Хлеба у нас не осталось. Сейчас 3 часа ночи. Муашка будет ужинать или завтракать. И я решила ему спечь вот такое аджарское хачапури. Вот так легкий такой, скромный. Ну что, а я уже могу ложиться спать. Всем спокойной ночи и сладких снов. Надеюсь, ему оно понравится. Всем привет, мои хорошие! Вы по мне соскучились, наверное? Ну так вот, я перед вами. И сегодня очередной влог. Значит, с утра, ну как с утра, после часу. Утро у меня начинается в час. Я, значит, что сделала? Я намазала на ночь маску. У меня же купила очень много средств от Ивруши. Очень довольна эффектом, друзья мои. Очень классная вообще. На ночь втерла в корни ей специальная масочка. Утром, ну когда встала, я, значит, что сделала? Я намочила волосы и нанесла вторую маску. Одела пакет целлофановый, шапку и начала заниматься зумбой. Зумба, как вы знаете, у меня 22 минуты достаточно. Пожалуйста, не поленитесь, мои красавицы. Надеюсь, вы смотрите моё видео и занимаетесь вместе со мной. Действительно, 25 минут вам понадобится уделить себе, но зато вы почувствуете бодрое настроение, позитивное. Несмотря на то, что сегодня пасмурно, хотя с утра было солнышко, 8 я встала, потом снова легла. Но, несмотря на плохую погоду, у нас жизнь продолжается, и мы должны быть все на позитиве. Так вот, мои хорошие, я вместе с шапкой прыгала, скакала. После этого приняла душ и опять нанесла там бальзамы, разные средства, и прям волосы чувствую, что в хорошем состоянии. Но кожа требует, у меня что-то повыскакивало, не знаю, к чему. Может, мне покусало что-то. И кожа требует питания, поэтому я сейчас вместе с вами нанесу маску. Вот я стараюсь маски делать через день, через два. Ну так вот, приступаем, с чего будет состоять моя следующая маска. Огромное спасибо всем моим подписчикам, которые мне дают полезные советы. Да, у меня кожа сухая, и белок можно делать, но один раз в две недели, я так поняла, маски с белком. Поэтому в этот раз я возьму яйцо, возьму, значит, натуральное оливковое масло, и натуральный каштановый мед, все в равных пропорциях, и лимон. И нанесу такую питательную масочку. Ну, а эффект мы посмотрим, я вам расскажу о своих ощущениях, мои хорошие. Этой маски получилось много, я его оставлю на несколько раз, хватит она. Оставлю в холодильник. Ну, а так выгляжу я. Будем лечиться, молчать. Ну, а сейчас я заварю себе чайок и в кофейку мы попью. Букет, чайок из букета. Ну, также добавила сюда чай для похудения. Все, что хотите есть, мои хорошие. Здесь я готовлю для себя суп с кабачков, овощной суп. Ну, а здесь нохут, горох такой. Буду аж куру делать именно для него с пловом. На одну порцию, наверное, это. Может, на два. Хочу рассказать о своих ощущениях. Маска не стягивает. Сколько времени прошло, уже 25 минут. Не стягивает, видно, питает. Ну, в этом и эффект, наверное. Ну, вот, мои хорошие. Я смыла маску. Смыла теплой водичкой. Ну, ладно. Что-то мне вот здесь выскочило. Не могу понять, что со мной такое. Ну, в общем, я не буду пока наносить ничего. Не требуется крема. Ну, а потом, если что, нанесу. Сейчас покажу, какая у нас погода пасмурная. Вот такая вот у нас пасмурная погода в Мерси. Три дня нельзя выходить из дома. Строгий карантин. Смотрю я, к Вазару подготавливаю. Это какой даже неделя сегодня, я не знаю. Вы представляете, как я сбилась со счету. Наши соседи там. А вот и наш балкон. Тихо, спокойно, не холодно. Люди выходят на балкон. Что-то, знаете, непривычно, когда в Мерсине пасмурно. Это мы должны радоваться, что сейчас иногда дождик. У нас летом вообще дождя нет. Вообще. Может, полчаса, где-то за три месяца, азерас так покапает, поморосит и все. Поэтому наслаждаться надо сейчас дождиком. И травка наслаждается, и земля пропитывается водичкой. То потом все искусственно поливают. Вот этот парк и все. Птички поют. Ну, в общем, и весна пришла, друзья мои. Весна. Пошла я, короче, продолжать уборку. Друзья мои, я сделала перестановку в нашей комнате, как и планировала. А как изменилось, сейчас я вам покажу, если вы заметите. Если вы внимательно смотрели мои видео, вы сами заметите. А я вам просто медленно сейчас все это покажу и продемонстрирую. И вы скажете, как понравилось вам или нет. Да, я вот переставила свои серванты сюда. Естественно, перемыла всю посуду. Мне кажется, так лучше. У нас всегда было так летом. Наша фотография моя любимая. И это тоже мне очень нравится. Так вот, цветочки я помыла все. И этот помыл, а душ принял у меня. Ну, вот пока так. Как есть. Все чистенько, все перемыла, перечистила. Ашкам спит. У него сегодня режим какой-то вообще. Алое я вынесу потом на балкон. И это тоже вынесу на большой балкон. Там сейчас спит. Ашкам не хочу его. В общем, потихоньку-потихоньку. Но первая комната у меня уже готова. Так, как вы? Понравилось вам так или нет? Ну, а потом я переставляю диван туда, а кресло посередине. Это когда мы уберем здесь дорожку. Пока еще не так жарко, чтобы убирать. Ну что? Продолжим. Посмотрите, как меня высыпало. И на бровях я смотрю вот здесь вот. И здесь. И здесь. И видите? Не знаю, с чем это связано. Но я выпила уголь. Дай бог, что я медик. Выпила уголь. Антигистаминный препарат выпила. И сегодня, наверное, закрою свой рот. Вообще не буду ничего кушать. Только буду пить. Такое бывает. Первый раз такое со мной. Здесь, в Турции. Погода ужасная у нас. Касмурная. Ну что, пошла я, друзья мои, отдыхать. Наработала сегодня, устала. Пойду и отдохну. Пока наступит ифтар. Буду аж к нему ужин готовить. Я полуга приготовила его почти. Но осталось совсем немножко. А такой сегодня у нас ужин на ифтар. Сделала нохут, как фуру фасолью. Плав. Суп из кабачка, овощиной. И сделала, знаете что? Салат рока добавила туда семена чия. Мне одна моя подписчица и подружка Вера. Верочка, спасибо тебе большое. Прислала мне видео полезные, где я посмотрела, как их применять. Чия в семенах очень много омега-3. Даже больше, чем в лососе. Но они очень калорийные. 100 грамм 500 калорий. Но можно их по чуть-чуть кушать. Приятного всем аппетита, мои хорошие!